Часть первая Силуана внешне протекало малоинтересно. До призывного возраста это была жизнь бедного русского крестьянина. Потом обычная военная служба в Нижних Чинах. Затем долгие годы, 46 лет, монотонной монастырской жизни простого монаха. Формуляр монастыря говорит о нем следующее. В 1911 году. Послушание проходил на Мельнице, на Коломорейском Метохе, владение монастыря вне Афона, в Старом Нагорном Русике, в Экономии. Скончался 24 сентября 1938 года. Отродился да скончался все бедно. Не о чем рассказать. Касаться же внутренней жизни человека пред Богом – дело нескромное, дерзновенное. Среди площади мира открывать глубокое сердце христианина, почти святотатство. Но уверены и в том, что ныне Старцу, ушедшему из мира, победителем мира, уже ничто не страшно, уже ничто не нарушит его вечного покоя в Боге, позволим себе попытку хоть что-нибудь рассказать о его чрезвычайно богатом, царственно-высоком житии, имея в виду тех немногих, которые и сами влекутся к той же божественной жизни. Полем духовной борьбы для всякого человека прежде всего является его собственное сердце. И тот, кто любит входить в свое сердце, оценит выражение пророка Давида. «Приступит человек, и сердце глубоко». Подлинная христианская жизнь течет там, в глубоком сердце, сокрытом не только от посторонних взоров, но в полноте и от самого носителя этого сердца. Кто входил в этот таинственный чертог, тот, несомненно, испытал невоявляемое изумление перед тайной бытия. Кто чистым умом погружался в напряженное созерцание своего внутреннего человека, тот понимает невозможность проследить в полноте течение своей жизни даже за короткий отрезок времени. Тот сознает невозможность уловить процессы духовной жизни сердца, которая своей глубиной касается того бытия, где уже нет процессов. А ведь перед нами, в данном житии, стоит как будто именно эта задача – изобразить внутренний процесс роста великого подвижника. Нет, мы не поставим перед собой невыполнимой задачи. Мы лишь отчасти коснемся тех этапов его жизни, которые нам лучше известны. Еще в большей степени мы считаем неуместной попытку научного психоанализа, ибо там, где действует Бог, наука неприложима. Из долгой жизни старца наиболее ясно мы удержали в памяти несколько фактов, являющихся показательными для его внутренней жизни и в то же время его историей. Первый из них по времени относится к его раннему детству, когда ему было не более четырех лет. Отец его, подобно многим русским крестьянам, любил оказывать гостеприимство странникам. Однажды в праздничный день с особенным удовольствием он пригласил к себе некоего книгоношу, надеясь от него, как человека книжного, узнать что-либо новое и интересное, ибо томился он своей темнотой и жадно тянулся к знанию и просвещению. В доме гостю был предложен чай и еда. Маленький Семен с любопытством ребенка смотрел на него и внимательно прислушивался к беседе. Книгоноша доказывал отцу, что Христос не Бог и что вообще Бога нет. Мальчика Семена особенно поразили слова «Где он, Бог-то?» И он подумал «Когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога». Когда гость ушел, маленький Семен сказал отцу «Ты меня учишь молиться, а он говорит, что Бога нет». На это отец ответил «Я думал, что он умный человек, а он оказался дурак, не слушай его». Но ответ отца не изгладил из души мальчика сомнений. Много лет прошло с тех пор. Семен вырос, стал большим здоровым парнем и работал неподалеку от их села в имении князя Трубецкого, где старший брат его взял подряд на постройку. Работали они артелью, Семен в качестве столяра. У артельщиков была кухарка, деревенская баба. Однажды она ходила на богомолье и посетила, между прочим, могилу замечательного подвижника Иоанна Сизиновского. По возвращении она рассказывала о святой жизни затворника и о том, что на его могиле бывают чудеса. Некоторые из присутствовавших стариков подтвердили рассказы о чудесах и все говорили, что Иоанн был святой человек. Слыша эту беседу, Семен подумал «Если он святой, то значит Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле искать его». И при этой мысли юное сердце загорелось любовью к Богу. Удивительное явление. С четырехлетнего до девятнадцатилетнего возраста продержалась мысль, запавшая в душу ребенка при слышании книгоноши. Мысль, которая, видимо, тяготила его, оставаясь где-то в глубине неразрешенной, и которая разрешилась таким странным и, казалось бы, наивным образом. После того, как Семен почувствовал себя обретшим веру, ум его прилепился к памяти Божией, и он много молился с плачем. Тогда же он ощутил в себе внутреннее изменение и влечение к монашеству. И, как говорил сам старец, на молодых красивых дочерей князя стал он смотреть с любовью, но без пожелания, как на сестер, тогда как раньше вид их беспокоил его. В то время он даже просил отца отпустить его в Киево-Печерскую лавру, но отец категорически ответил, «Сначала кончи военную службу, а потом будешь свободен пойти». В таком необычном состоянии Семен пробыл три месяца. Затем оно отступило от него, и он снова стал водить дружбу со своими сверстниками, гулять с девками за селом, пить водку, играть на гармонике и вообще жить, подобно прочим, деревенским парням. Молодой, красивый, сильный, а к тому времени уже и зажиточный, Семен наслаждался жизнью. В селе его любили за хороший, миролюбивый и веселый характер, а девки смотрели на него, как на завидного жениха. Сам он увлекся одной из них, и прежде чем был поставлен вопрос о свадьбе, в поздний вечерний час с ними произошло обычное. Замечательно при этом, что на следующий день утром, когда он работал с отцом, тот тихо сказал ему, «Сынок, где ты был вчера?» «Полело сердце мое». Эти кроткие слова отца запали в душу Семена, и позднее, вспоминая его, старец говорил, «Я в меру отца моего не пришел». Он был совсем неграмотный, и даже отче наш читал с ошибкой, говорил «днесть» вместо «днесь», заучил в церкви по слуху, но был кроткий и мудрый человек. У них была большая семья, отец, мать, пять сыновей и две дочери. Жили они вместе и дружно. Взрослые сыновья работали с отцом. Однажды во время жатвы Семену пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, он наварил свинины и все ели. Прошло полгода с того дня. Уже зимой, в какой-то праздник, отец говорит Семену с мягкой улыбкой, «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой?» «А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда, как стерву». «Что ж ты мне не сказал тогда?» «Я, сынок, не хотел тебя смутить». Рассказывая подобные случаи из своей жизни в доме отца, старец добавлял, «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобные минуты, чтоб и поправить меня, и не смутить». Старец Силуан был весьма большой физической силы. Свидетельствуют об этом, между прочим, и следующие факты из его жизни. Он был еще совсем молодой, до военной службы. Однажды на Пасху, после обильного мясного обеда, когда братья его разошлись по гостям, а он остался дома, мать предложила ему яичницу, он не отказался. Мать сварила ему целый чугун, до полусотни яиц, и он все съел. В те годы он работал со своими братьями в имении князя Трубецкого, и в праздники иногда ходил в трактир. Были случаи, что он выпивал за один вечер четверть, три литра водки, но пьяным не бывал. Однажды в сильный мороз, ударивший после оттепели, сидел он на постоялом дворе. Один из постояльцев, переночевавший там, хотел возвратиться домой. Пошел он запрячь свою лошадь, однако скоро вернулся, говоря, «Беда, нужно ехать и не могу». Лед обложил копыта лошади толстым слоем, и она от боли не дается отбить его. Семен говорит, «Пойдем, я тебе помогу». На конюшне он взял шею лошади около головы под мышку и говорит мужику, «Обивай». Лошадь все время стояла, не шелохнувшись. Мужик обил лед с копыт, запряг и уехал. Голыми руками Семен мог брать горячий чугун со щами и перенести его с плиты на стол, за которым обедала и хартель. Ударом кулака он мог перебить довольно толстую доску. Он подымал большие тяжести и обладал редкой выносливостью и в жару, и в холод. Он мог есть очень помногу и много работать. Но эта сила, которая позднее послужила ему для совершения многих исключительных подвигов, в то время была причиной его самого большого греха, за которую он принес чрезвычайное покаяние. Однажды в престольный праздник села, днем, когда почти все жители весело беседовали около своих изб, Семен с товарищами гулял по улице, играя на гармонике. Навстречу им шли два брата, сапожники села. Старший, человек огромного роста и силы, большой скандалист, был на веселе. Когда они поравнялись, сапожник насмешливо стал отнимать гармошку у Семена, но он успел передать ее своему товарищу. Стоя против сапожника, Семен уговаривал его проходить своей дорогой, но тот, намереваясь, по-видимому, показать свое превосходство над всеми парнями села в такой день, когда все девки были на улице и со смехом наблюдали сцену, попер на Семена. И вот как рассказывал об этом сам старец. Сначала я подумал уступить, но вдруг стало мне стыдно, что девки будут смеяться, и я сильно ударил его в грудь. Он далеко отлетел от меня и грузно повалился навзничь посреди дороги. Изо рта его потекли пена и кровь. Все испугались. Испугался и я. Думаю, убил. И так стою. В это время младший брат сапожника взял с земли большой булыжник и бросил в меня. Я успел отвернуться. Камень попал мне в спину. Тогда я сказал ему «Что ж ты хочешь, чтоб и тебе тоже было?» И двинулся на него. Но он убежал. Долго пролежал сапожник на дороге. Люди сбежались и помогали ему, омывали холодной водой. Прошло не менее получаса, прежде чем он смог подняться, и его с трудом отвели домой. Месяца два он проболел, но, к счастью, остался жив. Мне же потом долго пришлось быть осторожным. Братья сапожника со своими товарищами по вечерам с дубинами и ножами подстерегали меня в закоулках. Но Бог сохранил меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова